Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 3 мая, день Феодора, назван в честь памяти преподобного отца Феодора, он проводил такой строгий образ жизни, что лицом походил на мертвеца. Целыми ночами стоял в молитве, несмотря на холод и мороз носил колючую волосяную одежду, за что и был прозван Тарихиною. За свои подвиги получил от Бога власть над бесами, совершал чудеса не только при жизни, но и после. От его святых мощей истекала благовонная целебная мира, которым излечивались многие болезни и сгонялись бесы. В этот день наши предки общались со своим родом, ходили на могилы предков и общались с родственниками. В старину этот день называли родовыми угодьями или родовыми могилками, окликанием родителей или разговором с умершими предками. И все потому, что именно сегодня умершие родственники тоскуют оболу жизнь и хотят увидеться со своими живущими родными. А также именно сегодня открываются небеса и души покойных влетают в мир живых. Поэтому на ранней зорке пожилые женщины отправлялись к могилам предков и начинали голосить. Встаньте, пробудитесь, поглядите на своих детушек, поглядите на нас, сирот, своих домиков, да потешьте словом ласковым. Смысл этих слов заключался в том, что родных просили выглянуть из могил и утешить живущих добрым словом. В старину каждый род имел пристанище, где хоронили предков в земле. Называлась та земля родовым угорьем, красным угорьем, красным холмом. Итак, сегодня на заре земля открывается и летят души предков в тончайших золотистых оболочках на свет Божий к родным домам, навещают близких. Их ожидают за обеденным столом, который накрывают как можно сытнее. Чтобы поглядели души предков, что живет их род хорошо, что не забывается память о прародителях, что семейство, взявшее корни от них, приумножается. В этот день запрещалось ссориться, делать важные дела, устраивать крестины или свадьбы. Это было время предназначено только для поминовения умерших людей. В противном случае можно было навлечь гнев предков. В этот день категорически запрещалось ловить рыбу, которая в данное время металла икру. Приметы. Если вперед вырастает трава, то будет обильный сенокоз. Если рожь, то будет богатый урожай. Если много шишек на елях, то будет богатому урожаю хлеба. Двадцать восьмые лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяют с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно. Доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok